В Египте нахожусь 3 марта, вылет должен был состояться 10-го, 10-го рейсы уже прекратили в Увозной, перенесли на 19-й, 19-го тоже рейс отменили. Из Саратова на данный момент нас, о ком знаю, 7 человек, вот нас двое и семья еще из 5 человек, они сегодня вылетают самостоятельно через, по-моему, на Туркиш-Аэр-Линь, вот эти Аэр, через Тамбул. Ну, у них маленький ребенок, год и 9, знаю, что были здесь из Вольска, их отправили 18-го марта рейсом в Кемерово, он летел через Самару, вот как раз 18-го числа перестали, это был последний самолет, и перестали летать самолеты. Сколько здесь туристов находятся, сказать сложно мне, потому что все эти данные нужно запрашивать у турагентов. На данный момент мы ждем 3 рейса, ЗФ-512, 514 в Москву и 686 в Минеральные воды. А вот авиакомпания что вам говорит? Обращались в Азур-Эйр, вот сегодня она ответила, что рейсы прекращены, то есть информации нет. Вчера говорили, что наш рейс ЗФ-512 принесен на 22-е. Пока как бы так и висит на сайте у них, что 19-20, 22-го марта должен быть вылет, но все меняют по нескольку раз в день. То есть мы все знаем, что ничего не знаем. Информация вот такая вот, размывчатая. А вы писали, что в Ростуризм обращались. С российской стороны кто-то на вас выходил, кроме авиакомпании? Ну вот я смотрю только по отзывам, то есть люди даже в МИД обращались. Из МИД пришло сообщение, просто если нужно будет скрины, я переброшу. Что обращайтесь опять же к туроператорам, будьте на связи с туроператорами и сами выезжайте, самостоятельно выезжайте. То есть как сможете. Никто на нас в принципе не выходил. И от Азурейр тоже особо какой-то информации нет. Ростуризм. Здесь у нас чат есть, телеграмм. Зарина Догузова чат. Но я так понимаю, что там нет, но в любом случае вот эти все какие-то просьбы о помощи, они уходят никуда. Потому что нам никто не отвечает. И всю информацию только если что на официальном сайте берем. Официальном сайте авиакомпании? Авиакомпании, на Ростуризм заходим, смотрим, да. В Янксе где-то в новостях. Вот там такие как бы новости, как скажем, несколько дней. И они уже не актуальны, потому что все меняется там каждые полчаса информация. Где сейчас вы проживаете? Проживаю я в Армальше, в Пятерка, в Дримбич. Рядом еще в Дриммакэйшн, в Четверка. Вот здесь у нас резервант, скажем так, российских туристов. Но знаю еще несколько отелей. Название не могу сказать. Шермион, по-моему. Вы просто писали, что вас пытались выселить из отеля. Не то, что пытались выселить. Сейчас расскажу ситуацию. В общем, было на 19 число назначен рейс F-15. Нас выселили, потому что в 12 сдали номера. Но здесь как бы нам предложили до 14 остаться. В 14 мы пришли на ресепшн. Потом прошла информация, что рейс отменен. Обещали покормить, не покормили. Мы до вечера находились, опять же, в непонятном ситуации, на ресепшн. Бар здесь перекрыли. Вынесли нам водичку. Хорошо, спасибо. Поили нас с водичкой. Потом рейсы перенесли на 20-е. Нам продлили проживание. До сих пор мы находимся в подвешенном состоянии. Сейчас ситуация хотя бы с кормежкой нормализовалась? Это да. То есть, как бы вопросов нет. Ну, правда, пословица «голодным не больше» – это как раз про эту ситуацию. Но это ладно, это вообще безобидно. Просто как бы взрослые люди, конечно, выживут. Единственное, что очень тяжело, я так думаю, с детьми. И просто хочу сказать, что мы, конечно, рассчитывали все-таки не такой длительный отдых. Я знаю, что здесь люди, инсулинозависимые есть, у которых тоже лекарства на исходе. Ну, то есть, вот вы сейчас хотите к кому обратиться, чтобы вас кто увидел, услышал от имени наших туристов? Ой, сложно сказать, потому что, на самом деле, я уже не знаю, куда обращаться. Это такой вот, может быть, даже и крик в вакуум. Потому что, видите, на Ростуризме отписки «Азурейр» тоже. «Будьте на связи с гидами». Гиды у нас не отвечают. Я, конечно, понимаю, что у них нет информации. Но хотя бы сказали, там нет информации. Информация будет позже. Даже этого нет. Очень редко выходит на связь. Медиа, отписка. Я не знаю, куда. Ну, давайте будем держать с вами связь. И надеяться, что скоро вы все-таки окажетесь на родине. Хорошо, я тоже на это надеюсь, конечно. Спасибо.